Федеральная таможенная служба России приступила к реализации ответных мер на санкции Запада. Об этом Владимир Путин сегодня доложил глава ведомства Андрей Белянинов. 6 августа президент, напомню, подписал указ о запрете на ввоз продуктов из Евросоюза, США, Австралии и Канады сроком на один год. В перечень попали рыба, свинина, говядина, мясо, птицы, сыры, молочная продукция, овощи и фрукты. Мы организовали эту работу, организовали работу по реализации этого указа и работаем вместе с таможенными службами Беларуси и Казахстана, потому что реально экономический интерес этих государств не затрагивается тем объемом поручения, которое нам поставило. Техническая возможность такая у таможенной службы существует? Да, Владимир Путин, это тоже не вызывает тревогу. Мы отработаем. Мы являемся, что мы отработаем. Президент также поинтересовался текущими делами ведомства. Глава службы, в частности, сообщил, план по сборам платежей в части экспорта и импорта пополняется практически на 100%. В этом году поступило 6,5 триллионов рублей. Тема ограничения ввоза импортной продукции звучала сегодня и на встрече Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Кировской области Никиты Белых. Речь шла о поддержке отечественных сельхозпроизводителей. Сейчас правительство разрабатывает систему мер по поддержке, дополнительной поддержке нашего сельского хозяйства. Как Вы считаете, что является первоочередным для Вашей области? Президент все равно остается конкурентным, то есть он остается конкурентным на очень высоком уровне, то есть вместо европейских стран появятся другие поставщики. Поэтому как раз мне кажется, что основные формы поддержки должны быть направлены на тех, кто уже доказал свою конкурентную способность. То есть надо поддерживать тех, кто уже на этом рынке закрепился и дать им возможность свою долю расширить. Никита Белых также доложил президенту о выполнении майских указов и в целом о социально-экономическом положении в регионе.